Здравствуйте, дорогие ребята! Приветствую вас на уроке русского языка. Тема сегодняшнего урока – «Как определить спряжение глагола». Мы с вами помним, что глагол имеет три категории. Времени и изменяется в зависимости от времени. В будущем и в настоящем времени изменяется по числам и лицам, а в прошедшем времени – по числам и родам. И изменение глаголов будущего и настоящего времени по числам и лицам называется спряжением глагола. На прошлых уроках мы с вами учились определять спряжение глагола по его окончанию. И если окончание ударное, то определить у него спряжение не составит никаких сложностей. Достаточно будет определить у него окончание спряжение по окончанию. Смотрим. Глагол «спишь» – окончание «ишь» относится ко второму спряжению. «Врет» – «йод» – это первое спряжение. Гласит второе спряжение. «Едим» – второе спряжение. «Поем» – первое спряжение. А как определить спряжение глагола, если окончание безударное? Какие окончания написать в глаголе «слушаешь» или «слушает»? Для этого нужно воспользоваться правилом, что спряжение глаголов с безударными личными окончаниями определяют по его неопределённой форме. Подчёркиваю, что с безударными личными окончаниями. Глаголы, которые оканчиваются в неопределённой форме на «ить», относятся ко второму спряжению. «Строить», «клеить». А большинство глаголов на «ать», «ять», «еть», «ыть», «оть», «уть» относятся к глаголам первого спряжения. Подчёркиваю, что большинство глаголов, так как есть глаголы, исключения с ними, мы познакомимся с вами на будущих уроках. Давайте вернёмся к глаголу «слушаешь» – «слушает». Какое окончание мы здесь с вами вставим? Начальная форма глагола «слушать». Оканчивается глагол на «ать» – это первое спряжение, поэтому мы с вами вставим сюда личное окончание первого спряжения. «Ешь» или «ед». Давайте с вами потренируемся. Проспрягаем письменно глагол «решать» в настоящем времени, а глагол «написать» в будущем времени. Глагол «решать» оканчивается на «ать», то есть состоит из суффикса «а» и «те». И мы с вами согласно правилу определяем это первое спряжение. И при спряжении глагола мы указываем окончание первого спряжения. «Я решаю», «ты решаешь», «он решает», «мы решаем», «вы решаете», «они решают». Глагол «написать» также оканчивается на «ать», «а» и «те». Суффикс «а» говорит о том, что это глагол первое спряжение. И при спряжении его в будущем времени мы укажем глагол первое спряжение. «Я напишу», «ты напишешь», «он напишет», «мы напишем», «вы напишете», «они напишут». Выполним упражнение 423. Здесь нужно списать глагол, обозначить ударение и определить спряжение. Ударение поставьте, пожалуйста, самостоятельно и проверьте свои записи с записями на доске. Глагол «украшают» оканчивается на «ют», это первое спряжение. Готовишь второе спряжение. «Стираем» – первое спряжение. «Полетит» – второе. «Выделяет» – первое спряжение. «Поглощают» – первое спряжение. «Трещат» – второе спряжение. «Пахнешь» – первое спряжение. «Выпустите» – второе спряжение. Похлопаем первое спряжение Убирается первое Встречают также первое спряжение Красите второе спряжение Упражнение 424 Нужно постараться написать стихотворение по памяти Попробуйте это сделать самостоятельно А потом проверь с записями на экране После выполнения этого задания Укажите спряжение глаголов и падеж имен существительных Стихотворение «Хлеб» Люди хлеб в полях лелеют Сил для хлеба не жалеют Пашут каждую весну Подымают целину Сеют, жнут, ночей не спят С детства знай, как хлеб растят Целина – это собирательное название Слабо освоенных, но плодородно богатых земельных ресурсов Давайте с вами выполним задание Определим падежи имен существительных А также спряжение глаголов Люди хлеб в полях лелеют Кто люди – это подлежащие Отвечает на вопрос «Кто?» и винительный падеж Что лелеют? Хлеб – это винительный падеж Где? В полях В чем? Предложный падеж Лелеют Окончание «юд» – это первое спряжение Остальное вы, пожалуйста, выполните самостоятельно И проверьте свои записи с записями на доске А также нужно выполнить звукобуквенный разбор Слово «хлеб» Также выполните самостоятельно И проверьте свои записи с записями на доске Молодцы, ребята! Домашнее задание Хорошо изучить правила на странице 182 учебника И выполнить упражнение 422 Спасибо вам за внимание До новых встреч!